Микс Ньюс. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Добрый день, уважаемые радиосуществители. Как мы анонсировали, сегодня у нас в гостях наш эксперт Игорь Мэйя. Добрый день. Добрый день. Да, и 612-12-939, 612-13-939, телефон на прямом эфира. Обычно в это время, в этот день мы подводим итоги недели. Много было разных событий. Начнем мы, наверное, с события, которое, ну, вряд ли это итог недели. Это, скорее всего, уже такой вот итог многомесячных дебатов. Я так понимаю, что сейчас уже дан зеленый свет этому процессу. Речь идет о масштабной, я бы сказал, своего рода революции регионов. Административно-территориальная форма. Вместо 119 самоправлений, как сейчас, планируется сделать 36. Еще раз, может быть, добрый день. И ваше мнение. Потому что, с одной стороны, если мы смотрим на статистику, на демографическую ситуацию, то ничего позитивного там нет. Количество населения, особенно в провинции, в глубинке сокращается. И, казалось бы, логичный выход, вот, укрупнять вот эти самоправления. Как вы это все оцениваете? Ну, надо понимать, как это исторически сложилось после получения независимости. Территориальная реформа, она началась уже в 98-м году, еще при правительстве Андресчейла. Потом, то есть, в принципе, были произведены определенные изменения в 2009-м году, когда мы получили первую реформу, после которой, то, что касается пагасты, села, их стало намного меньше на карте Латвии, и появились то, что сейчас называется новоды, да? Края. Края, да. И, в принципе, ну, как-то страна жила спокойно, да? Никто особенно не возмущался по этому поводу. Но, беря в виду то, что население все время с Латвией убывает, наше правительство решило, что, или кто-то другой дал команду нашему правительству, что надо опять уменьшить число самоуправлений под эгидой экономики средств. Хотя я к этому аргументу очень критически отношусь, потому что, если посмотреть, сколько, ну, скажем, управлений на краю, на месте, да, то, в принципе, эти затраты, в моем понимании, мизерны. Это аргумент, он, ну, в моем понимании, не выдерживает критики. Да, вот, хорошо. А что вас больше всего, как бы, вот, не знаю, тревожит в этой региональной реформе? Я думаю, что тревожит больше всего то, что нам не говорят, да, это истинные причины, потому что, как я уже только что говорил, только упоминается причина, что у нас слишком много бюрократии, что надо просто сужать это все и так далее. Я думаю, что причины другие. Первая причина – это коалиция по приказу кого-то, потому что я так и не понял, кто автор этой реформы. Просто хотят сузить политическую конкуренцию и выбить из политического спектра в основном союз зеленых и крестьян, который на данный момент является лидером по местам, которые не занимаются в самоуправлениях. А также, я думаю, там нету и места региональному объединению, они не нужны на следующем этапе. И, в принципе, локальные партии, например, как Лепа и Венспилы или там Лепа и Спарты и так далее и тому подобное. Я думаю, это, в принципе, процесс к тотальной централизации власти. Немножко мне это напоминает советское время. Вот те, то, что вы мне сказали. У нас 36 районов будет. И, в принципе, так как уже на данный момент, я считаю, что первой властью в Латвии не является кабинет СЕЙМ, а является кабинет министров, то есть чиновники. И, в принципе, они хотят создать такую систему, что с Риги можно позвонить любому новому управленцу и дать ему задание. А кто даст задание им, мы даже не знаем. В принципе, я считаю, мы идем в сторону авторитарного государства очень большими шагами. Да, вот те, кто организует или затеет административную территарную форму, говорят о том, что это позволит, во-первых, сэкономить средства, во-вторых, вот эти будут так называемые центры развития, вокруг которых будут вот эти вот маленькие власти, и это все улучшит обслуживание населения. Они лучше смогут получить качественную и быстрее медицинскую помощь, социальную помощь и так далее. Вы верите в это? Я в это не верю, потому что я два дня в неделю провожу в провинции, и я очень прекрасно вижу, не с точки зрения Риги, а как это выглядит с провинцией. И, в принципе, уже на данный момент, если тебе надо дозвониться полицию, это проблема. В каких-то чрезвычайных ситуациях спасает дорожная полиция, когда есть какие-то конфликты. Что касается какого-то доктората или даже травмпункта, его уже сейчас нет на месте. И то, что вот когда центр уже власти уйдет еще дальше, нет никаких иллюзий, что все эти функции, они появятся. Да, вот есть еще мы говорим о административной территориальной реформе. Вот считалось, что это вот такая вотчина вот этих регионов, вотчина Союз зеленых крестьян. Сейчас к власти, как мы знаем, пришли другие силы. Зеленые крестьяне как раз в оппозиции. Вот можно эту реформу теперь проводить. Я уже говорил, что я думаю, что это одна из причин. Вторая причина – это централизация средств, потому что уже в последнее время видно, как начинается, скажем так, самоуправлению дается функции, под которыми нет финансирования. Это же очевидно, со школами, с детскими садами и так далее. И в принципе это и вопрос очень серьезный, как делится налоговая масса. Да, распределяется налоговая масса, потому что подоходный налог примерно 16% только уходит в самоуправление, если человек декларирован на конкретном месте и еще его самоуправление получает налог на недвижимость. Вот эти два налога, которые составляют бюджет самоуправления. И в принципе я абсолютный сторонник децентрализации страны. Я считаю, что демократическая страна может развиваться только снизу. Это общины, это сильные маленькие даже может быть самоуправления. Ну, конечно, надо смотреть на конкретный регион, конкретную ситуацию отдельности. Но то, что сейчас идет полная противоположенность, скажем так, тем же традициям Западной Европы, где коммуны, например, Дания является самостоятельными единицами, сами собирают налоги, перечисляют какую-то долю денежной массы в центральный бюджет. У нас все делается как раз наоборот. Да, вот еще такой вопрос, может быть, чтобы эту тему административной реформы закрыть. Вот, допустим, эта реформа случится, а судя по всему она случится, потому что вот те несколько самоуправлений, которые пытаются сопротивляться, ну мы знаем. Ну, не несколько, 82 подписались под это. Конечно, но вопрос в том, насколько у них есть какие-то полномочия, разве только через Конституционный суд. Так мне даже тяжело представить, чтобы они победили правительство. Ну, предположим, что все-таки реформа случилась. А что после этого произойдет? Разве у нас появятся новые дороги, инвестиции? Ну, что произойдет, что будет теперь не 119 самоправлений, а 36? Я думаю, что вот направление, которое взял господин Пуцин, ну, он просто чиновник, которому дали этим заниматься, он идет как танк. И, в принципе, так как не брать в голову протесты на местах, которые там же тоже происходят, мини-референдумы и по закону самоуправления такие опросы может делать. Ну, это значит, что до нас команда, я думаю, свне. Иначе я не могу, ну, это напористость и такое нежелание слушать никакие аргументы, по-другому объяснить. А здесь, может быть, причины самые разные, да? В том числе военные, да? То есть, помните, как в советское время приказали, что надо делать военную базу или копать шахты для ракет, да? Никто же не знал, что там в лесу происходит. И ни с какой-то там местной властью никто это не согласовывал, да? И сейчас, в принципе, происходит то же самое. Вопрос иммиграции, иммигрантов, да? Да, с команду, да? Вам надо разместить столько, что никто не будет с этой местной властью там чего-то обсуждать. Если хочешь там сидеть, да, на месте, там, назначенец партии, тебе надо будет это выполнять. И, конечно, это может быть уже с точки зрения того, что сейчас не можно доказать, но я думаю, что в преддверии больших глобальных финансовых, возможно, экологических катаклизм Латвия выбрана одна из мест, где переселится определенному числу достаточно состоятельных людей. Но это не доказано, это посмотрим, как это будет развиваться, да? Может быть, даже, как я иногда шучу, на Латвии разделили на 36 округов. В каждом, может, уже кто-то взял, вот я буду, это будет мой, это будет твой и так далее. Конечно, сейчас, может быть, трудно поверить этому, но жизнь покажет. Да, но я так понимаю, что зато будет всего 36 председателей самоуправлений, да? Да. И, видимо, они уже поймут, что если они будут плохо себя вести, то их тоже могут заменить. Да, их можно заменить, им просто не даст денег. И просто не будет ресурсов для сопротивления. Ну, что ты можешь делать? Ну, конечно. Потому что, если система государственная строится по принципу децентрализации, тогда однозначно, ну, ты не можешь местную власть игнорировать, да, что-то там творить, да, или атак спокойно, звонок с центра и выполняйте. Да, вот еще один такой вопрос, который, может быть, ну, не знаю, напрямую или косвенно связан вот с этим процессом, но вот мы видим, что сейчас даже при составлении бюджета на следующий год самоуправлением уже обрезают финансирование. Ну, Рига, это, наверное, особый случай, там их особо хотят наказать политически, но я так понимаю, что остальные регионы тоже не досчитаются довольно значительных сумм. Ну, здесь у меня нет информации, сколько самоуправлений должны вал с кассы, у нас же много построили там бассейнов, концертных залов, это же все заем с вал с кассы, там, где самофинансирование Европейского Союза, это тоже надо рассчитаться. Я думаю, что манипуляции, скорее всего, пойдет по распределению налоговой массы, да, то есть там опять можно какие-то изменения или какие-то дать по самоуправлению дополнительные функции, под которых нет денег. Это есть вот наказ, как можно наказать непослушных, у нас же много чего не рассказывают, мы много чего не знаем. Вот интересно, что сейчас президент буквально на днях выступил с такой интересной идеей создать Государственный Совет, вас подумай, да, ну, пока непонятно, из кого он будет состоять, или это будут эксперты, или это будут чиновники, но он даже сам, видимо, пришел к такому печальному выводу, что парламент Латвии больше сам законы не готовит, а только фактически штампует 80% больше из Брюсселя, остальное из кабинета министров. То есть депутаты перестали заниматься тем, чем они обязаны заниматься, законотворчеством. Нет, у нас, как я уже в начале этой беседы сказал, кабинет министров – это первая власть, де-факто. Парламентские республики, это же абсурд. Да, де-факто у нас парламент, а де-факто у нас руководит страной кабинет министров, чиновники, который, в принципе, создает нормативное регулирование всей нашей жизни. Поэтому тут даже нечего удивляться, да? Тут нечего удивляться, да. Да, вот тоже интересный такой парадокс. Вы тоже, наверное, обратили внимание, что нам говорят, что, вы знаете, у нас все четко, кто за что отвечает, все распределено. Вот контроль за банками осуществляет ФКТК и Европейский Центральный Банк. Ну, мы видим сейчас, очередной банк ушел, как говорится, в небытие, он был под контролем Европейского Центрального Банка, и теперь все друг на друга хивают, говорят, ну, случилось и случилось. Ну, когда же у нас наступит вот какая-то ответственность за что-то? Абек, ну, видите, чем больше чиновников, да, я думаю, что вот, если посчитать чиновников Банка Латвии и того же ФКТК, да? Да. Ну, я думаю, их там человек 700, может быть, даже будет, да, значит, столько много людей. А премии там какие-то, да, занимаются надзором, над чем-то. Да. И чем больше людей, тем больше проблем, да? То есть, ну... Да, вот мы же помним, что в то время говорили, ну, перед каждым выбором, что сократим количество министерств, сократим количество управленцев вот в госуправлении, но, по-моему, ничего не происходит. Ну, потому что нет воли политической. При этой системе это просто они не могут сделать. Потому что все они там завязаны между собой, все они там знакомы между собой. Если кто-то начнет с такие телодвижения, я думаю, что его быстро там поставить на место. Ну, к сожалению, это так. Я думаю, что я уже в этой студии, я бы к вам говорил, в Латвии что-то может измениться только тогда, когда здесь аукнется мировой кризис. Когда реально денег в бюджете не будет, чтобы расплачиваться со всеми бюджетниками. Тогда люди начнут наконец-то вникать, думать больше об этом, и это может привести к каким-то серьезным изменениям. Пока такого кризиса не будет, эта система, она себя все время будет сама отрабатывать. Да, вот интересно, возвращаясь еще к этой теме нашей сегодняшней основной административе территориальной реформы, вот может быть у радиослушки может создаться ощущение, что вы противник каких-либо изменений, что вы какой-то ретроград, что не надо нам ни такая реформа, ни такая, а как на самом деле? Представьте, ну, опять-таки говорю, я какую-то часть своей жизни провожу в провинции. Я очень хорошо вижу, да, что все должно происходить снизу. Представьте, вот пока у нас ведет продовольственный товар из Польши, из Нидерландов и так далее, а в один момент, возможно, это будет невыгодно по каким-то причинам. И кто-то знает, насколько мы самодостаточны хотя бы в плане продовольственных товаров. Никто это сейчас не может сказать. И я считаю, что есть единицы, которые называются самоуправлением, да, это коммуна, где живут конкретные люди. Они выбирают своего начальника. Есть там предприниматели, да, есть сельское хозяйство, есть свои магазины, да. И вся эта вот, в моем понимании, глобальная уродливая система, да, она противоречит этому всему. Почему надо что-то везти откуда-то, если у тебя рядом твоя земля, твои возможности, и ты можешь выращивать свои продукты, продавать в своем магазине, да, то, что называется нормальная кооперация, к которой, в принципе, надо возвращаться, да. И политическая составляющая в этой системе, это и есть местное самоуправление. Когда быстро можно прийти к мэру, договариваться о каких-то вещах, тем же предпринимателям, они знают какие-то правила игры и так далее и тому подобное. И они сами планируют все, что надо. А если мы хотим идти по пути России, делать тотальную вертикаль власти, я понимаю, Россия большая страна, но в такой маленькой, как Латвия, мне кажется, это абсолютно неправильный путь. Да, вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Ну, мне создает такое ощущение, что правительство, как бы, предлагает ту или иную реформу, не думает, мне кажется, о главном. Как государство будет зарабатывать? Ведь это основное. Будет, это может быть наивно, простите за банальность, но будет нормально бюджет, можно будет профинансировать все, что угодно. И зарплаты медиков, о этом мы чуть попозже поговорим, полицейских, социальные программы и тогда-то. Где хоть какие-то инициативы или идеи, на чем и как государство будет зарабатывать? В принципе, зарабатывают предприниматели и платят налоги, но их становится все меньше. И то, что касается экономики и производства, если так можно сказать, налогов, эта тема очень до сих пор мало обсуждается. И она может быть там, ну, процент два в риторике наших СМИ, наших политиков, наших чиновников. Это говорить об этом особенно не популярно, надо что-то понимать, это темы трудные. А они все больше там говорят, что они будут распределять. Я говорю, пока кризис не наглянет такой, что будет ощущение, что денег уже нету и что-то еще произойдет с возможностью занять, потому что мы все время живем на кредите, который мы все время перефинансируем. То есть, то, что называется, все время берем новые деньги. И пока вот эта дыра еще настолько не выросла, что надо что-то делать радикально, ну, они будут так продолжать жить, ничего не изменится. Но этот кризис, по моему глубокому убеждению, он уже не за горами. И, в принципе, вот то, что мы сейчас видим, эти вот такие мелкие сигнальчики, снижение экономического роста, замедление экономической активности вообще в Европе, это, в принципе, есть первые такие ласточки этого грядущего. Ну, еще надо вспомнить, что происходит в Америке. Да. Да, и где вот начнется, как домино, где будет первый вот этот, эта фишка, она упадет, это может быть любое место, из которого что-то может уже произойти глобально. Вот, а в Америке, может быть, тоже мы чуть попозже, буквально пару минут реклама. Игорь Мэй, у нас в студии, не переключайтесь. Игорь Мэй, у нас сегодня в студии, и наш эксперт сегодня, еще раз добрый день, мы обсуждаем самые актуальные темы, вот и в перерыве тоже говорили, вот вы упомянули Америку вот в первой части, ну, мы знаем, что предыдущий большой кризис в 2008 году, в принципе, начался с Соединенных Штатов, и многие говорили о том, ну, они тоже свои ошибки уже… Или с Исландией, это еще надо… Это еще, да, действительно, но, по крайней мере, якобы, что они провели работу над ошибками, и больше все эти вот истории со всеми вот этими фантиками, да, этими акциями, которые ничем не покрыты, да, больше не будет. Как вам кажется, что на самом деле сейчас происходит? Ну, очень глобальный вопрос, Абек, вы задали. Я бы, скорее, лучше поговорим все-таки о Латвии, да, что в Латвии происходит. Что такое Латвия, Министерство финансов? Я последние годы воспринимаю Министерство финансов как бухгалтерию наших кредиторов. То есть… Мы должны, и они обсуживают. Да, и они смотрят, какие статьи можно там сужать вместе, да, ну, скажем, вот сейчас уже взялись за там этих, ну, пособия на безработицу надо сокращать, и они идут все время по статьям, да, значит, здесь можно доходы сокращать и так далее, ну, подобное. Сейчас они придумали, где можно деньги получить. Так как у нас все основные отрасли идут в минус, да, не будем об этом сейчас говорить, но, оказывается, есть фишка, можно национализировать деньги. Да, я думаю, что до этого додуматься можно только здесь. И, в принципе, вот первый миллиард, который уже обозначен эти кредиторы или компании, которые держали деньги в АБЛВ, уже обозначен миллиард, что, в принципе, если они не будут соответствовать каким-то параметрам, они не смогут доказать легальность этих денег, их можно национализировать. Что это означает? Что это означает то, что эти деньги будут перечислены вал с кассой, а куда уже дальше, бог знает, да. Так что вот у нас такой процесс сейчас пошел. У меня знакомые люди, которые на данный момент не знают, что будет с их деньгами. Например, абсолютно конкретная сделка. В Украине, в Украине платят посреднику в Латвии, чтобы он купил в Германии медицинское оборудование, да. Потому что они сами настолько не знают рынок, не знают поставщиков и так далее и подобное. Деньги приходят в латвийские банки, они арестовываются, но они сейчас, человек не знает, когда он их получит, да. И таких случаев очень много, и суммы они начинают там с десяти стоят, там может быть и сто тысяч и больше. Да я даже не знаю совокупность этих денег. Я же думаю, что так как в наших СМИ эти темы вообще не затрагивается, то я не знаю, что с Латвией будет дальше, потому что надо понимать, что те, у которых эти деньги отберут, кто-то свои проблемы с этими деньгами решит, а потом все иски уже пойдут на следующую власть и так далее и тому подобное. Это не такие невинные процессы, что просто люди скажут спасибо, что вы нам все наши деньги отобрали, какие-то закрыли свои проблемы. А что с этой страной дальше, да? Так что… Да. Вот еще интересный такой момент. Мы сейчас все наблюдаем за этим интересным процессом принятия бюджета на следующий год. И здесь такой интересный феномен или парадокс. Нам говорят, вы знаете, это самый большой в новейшей истории бюджет Латвии, больше чем 10 миллиардов, и дополнительно у нас вот в доходную часть мы внесли почти 500 миллионов, ну то есть полмиллиарда, но на медиков денег нет, на учителей им гарантированно максимум, это минимальная ставка, которая была в этом году, на этих нет, на этих денег нет, на этих денег нет, а куда же эти деньги все идут? Я вам говорил, представьте, я ваш кредитор, я прихожу к вам и смотрю ваш баланс, да, где вы можете взять деньги. Вот доходная часть вы рассчитаете со мной, как с кредитором, а все, что там ваши обязательства там внутри страны, вы там, это нас не волнует. Почему вы думаете, что наших кредиторов волнует учителя, доктора, там наши все вопросы, которые внутри страны? Ну, это просто надо трезво об этом говорить и нечего там стесняться, ну, это надо называть вещи своими именами. То есть, в принципе, я так понимаю, что правительство сознательно идет о нарушении закона по тем же медикам, да, потому что, ну, реально деньги уйдут на погашение задолженности, да? Конечно. Они, это приоритет, что у нас приоритет? Это кредиторы и это 2% на оборону. На оборону. Где уже, у нас уже поставки уже подготовлены, да, будет у нас новые там бронемашины, гаубицы и так далее, да? Это поможет? Ну, конечно. Ищет проблему медицины? Ну, это да, 30 километров, я помню, насколько я знаю, гаубица стреляет, не знаю откуда, по кому и почему там, ну. Это, в принципе, все, да? Это не важно в Латвии. Главное, чтобы мы выполняли и 2% тратили на оборону. Вот и все. Для чего это надо? Такие вопросы можно не задавать? Может быть, радиоболтком, вы еще можете задать такие вопросы, но в СМИ мейнстрима такие вопросы не задается. И так понятно, да? И так понятно, да. Если скажут 3%, будем платить 3%. Да, да. Вот, может быть, возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот эта административная территориальная реформа, казалось бы, парадокс, да? Ее реализуют те, которые представляют как раз избиратели из этой же самой провинции. Если бы это организовывало, я как бы так говорю, может быть, утрирую, цинично, вот если мы представим, что у власти было бы согласие, если бы сказала так, наш избиратель какой основной? В Риге, ну, еще, может быть, в Далгупе уже, да? Их реформы не коснется. Ну, мы этим сельским жителям покажем, они все равно не наши избиратели, но я как бы утрирую. Это, по крайней мере, цинично, но это еще можно было понять. Ну, ведь те же самые Ялновену Тиба, КПВЛВ, и, в принципе, новые консерваторы, но ведь они тоже, значительная часть избирателей, это как раз из этих новоцов. Вернемся после выборов в 13-й Сейм. Да. Кто стал премьер-министром и сколько эта партия получила голосов? Восемь. Восемь. Меньше всего. Да. Значит, какие были уголовные преследования насчет Артуса Закатыстова и Артуса Кайменьша? И сейчас еще у нас есть один, который находится… Один Юрош. Нет, 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 еще находится бывший сотрудник НАБА Юрий Юрош, да? Да. Да, то есть вот эти две партии, которые создали ситуацию, что партия, которая получила восемь мест в парламенте, получила премьер-министра. Это уникальный случай. Это уникальный случай. Вот из этого и надо танцевать. Если это понимать, то, в принципе, у нас все наоборот. Голова внизу, ноги наверху. То есть… И вот если… Так… Потому что это команда. Я опять, то, что я в начале этого разговора говорил, я не верю, что господин Пуца, и когда я так хотел по своим каналам выяснить, кто же автор этой реформы, кто ее придумал, имя, фамилия, какая организация, да? Там какие-то сейчас появились уже запросы, там госконтроль, чтобы выяснили, кто эти деньги осваивал, там какие-то 200 тысяч евро начинают уже появляться. Тут полное, ничего там непонятно, да? Так что, так как нет автора, не с кого спросить. А господин Пуца, он свадебный генерал, он просто идет впереди, ему дали флаг в руки, и он с этой реформой идет. Я думаю, что это приказ извне. Иначе нет логики таким действиям. Да, чтобы мне сказали, что, скажем, какая-то, вот, скажем, Салатгривас Новац, да? Край Салатгривас Край, где там 6-7 депутатов, да, которые там часть еще вообще ничего, кажется, не получают даже, ну примерно, да? Мэр там, может быть, больше тысячи получает евро в месяц, но есть там какая-то обслуга еще там, там уборщица, там чего-то. Вот что это, такой край вот настолько тратит много денег, что это делает погоду, в целом, ну, край, как он на данный момент, как он есть. Но не верю я этому, да? Это не аргумент, смешно это. Да. А вот что касается, когда власть будет централизована, когда не надо спрашивать, да, что касается портов, наших ресурсов, леса, да, и тогда, если бы, подобное, очень быстро одним звонком можно решить. Зайдет тут у нас пара этих военных кораблей в порт, да, и какое-то там самоуправление, там, какой-то там пар, Валдеостац или чего-то, жестко, звонок, они там будут стоять, и что там у них на борту, никто не знает. Я думаю, что мы готовимся к чему-то плохому, и наши исполнители просто выполняют приказы. А вот Реал-Балтик, вы думаете, это тоже звенья одной цепи? Потому что многие не видят экономического составляющего этого проекта. Пока, трудно ответить на этот вопрос, что-то долго они там раскачиваются, да. Еще пока даже строительство началось. Очень долго, да. Ну, пока там в Риге уже идет беседа, там, кто там будет оплачивать, перенес коммуникации, там, как это все будет происходить, первая ветка в аэропорт. Я знаю, что с проектировщиками, да, ну, уже как бы все решили, конкурсы провели, кто выиграл, все это известно. Но что-то вот, какая большая там цель вот в будущем Реал-Балтика, да, ну, я не думаю, что грузоперевозки это однозначно, да, там, это, ну, тогда только в одну сторону, да. Да, вот тоже интересно, что касается вот этой, опять-таки, возвращаясь к этой административной территориальной реформе, вот и так и осталось непонятно, неважно, какая будет нарезка, 36, 119, 50, а что дальше? Вот есть житель конкретного края, да, хорошо его присоединили, и что? Появятся, к примеру, семейные врачи, которых нет во многих пагостов, да, нету, еще какие-то услуги, почты уже нет, банкоматов нет, что поменяется от того, что вот будет по-другому это все административное деление? В ровном счете ничего. Сейчас хотя бы, ну, люди знают, там, свой мэр, ну, который, да, он находится, ну, там, плюс-минус в каком-то расстоянии, он приезжает на какие-то мероприятия, с ним, он считается с мнением, так или иначе, населения, да, там, все-таки, если особенность, какие-то производства на месте, да, они там между собой общаются, они знают, а перемести это все примерно 50-60 километров дальше, где нету никакого, ну, а что, концентрация людей будет там, где будет самоуправление, это означает голоса, да, и это финансовый вклад уже, когда пойдет предвыборная кампания, будет решать все деньги, да, как у нас людей умеет дурачить, да, предвыборное время. Ну, есть такое дело, да. Как вам кажется, ну, мы видим сейчас, что фактически подавляющее большинство обещаний, которые давали те, кто сейчас в власти, они не выполняются. Мне даже тяжело сказать, какие обещания вообще выполняются. Помните, 3 по 500 забыли, зарплаты медикам, учителям забыли, сокращение министерств забыли, увеличение пособий там вот семейных для родителей и детьми забыли. Как, ну, хорошо, но сами же политики должны понимать, что если они хотят избраться там через сколько, там через три года, да, а выборы самоуправления уже через два года, ну, надо что-то делать. Ну, я думаю, что мы не знаем, что произойдет за эти три года. И может столько поменяться, что... И партии тоже, да? И партии, что вот тот расклад сил, та ситуация, которой мы сейчас обсуждаем эти вопросы, она может перевернуться очень серьезно, непонятно в какую сторону, да. Возможно, мы возвращаемся, я это называю, ну, может быть, не совсем политкорректно, необольшевизмом, да, что, в принципе, пойдет тотальная централизация власти, будет отбираться не только банковские деньги, может быть, еще что-то, да. Все возможно, все возможно. Я, но, опять-таки, я думаю, что все-таки изменения в Латвии, как эта история показывает, и после Первой мировой войны, и после развала Советского Союза, реальные изменения и в стране происходят, когда происходят реальные большие перемены в мире. Да, ну, может быть, мы и напорвы каких-то перемен больших? Ну, я думаю, что 20-й год уже покажет более конкретно, да, потому что много людей, когда ты им что-то рассказываешь, они не верят, они даже не хотят слышать об этом. Но когда это случается, да, вот эта проблема, что наши СМИ настолько убаюкали народ, да, население, разной, извините, ерундой, которая каждый день там преподается, какие-то, это я называю ловля-блох, да, все время какая-то мелочь обсуждается. Мелочь, да, да, да. С этими детскими садами, то, что они опять затеяли вчера эту национальную карту на пустом месте, да, так сказать. Чтобы просто заполнить информационное пространство, да. Да, вместо того, чтобы понять, что не хватает детских садов, выделите деньги на их строительство, не хватает учителей. Подготовьте, повысите зарплату, ведь это указами не решается. Да, ну, к сожалению, так, так что будем ждать. Да, ну, как вы относитесь к этой идее, которая уже даже не идея, я так понимаю, что будет уже законопоект об увеличении государственного финансирования партии. С одной стороны, нам говорят, что вы знаете, это хорошо, больше госфинансирования, меньше зависимость от спонсоров. С одной стороны, с другой стороны, я так понимаю, что никто спонсорские деньги запрещать тоже пока не собирается. Я боюсь, что, хотя бы по-другому скажу, финансирование партии, на самом деле, я ничего плохого там не вижу, да. Если это все работало так, как это преподносится, да. Это независимость, это действительно, что тебе не надо искать деньги в предвыборную кампанию, ты независим, ты можешь только смотреть вперед и думать о интересах государства и так далее и тому подобное, да. В Латвии я как-то к этому отношусь на данный момент в виде реальность более скептично, да, что просто те, которые уже власти, они закрепляются, что-то новое, я не знаю, нужно или нет даже, да, но просто что-то новое появиться и пробиться уже, по сути, не сможет. И это такой вопрос тонкий, да. Да, а вот вы говорили, что много чего в мире изменится, я так понимаю, имея в виду и противостояние Соединенных Штатов и Европы, и Соединенных Штатов и Китая, да? Что касается Соединенных Штатов и Китая, я думаю, больше карт в руках у Китая, потому что все производство когда-то, там, ну не все, но большую часть производства они сами туда отвезли, китайцы все научились сами делать, и сейчас они зависят от китайских товаров. Если они там пугают Китай, что будет повышать пошлину, то, в принципе, платить будет дороже тот же самый американский потребитель, да, китайцам, я думаю, от этого ни холодно, ни тепло. Так что, ну, в Америке там очень много других проблем, я думаю, что, вот, посмотрите, начался там импичмент, там какой-то, начали импичмент Трампа, да, по какой-то, вообще-то в моем понимании тоже, ну, какому абсолютно дурацкому вопросу. Ну, там будет большие телодвижения, да? Ну, нам надо просто думать о себе наконец-то, да? Ну, как-то уже что-то затянулось это все, да. Да, вот, может быть, еще один такой вопрос, который хотел вам задать, я помню, что в наших эфирах мы обсуждали еще когда только были кандидаты на выборы президента, но сейчас господин Левец уже 7 июля приступил к своим обязанностям, ну, понятно, что прошло июль, август, сентябрь, ну, два с половиной месяца, еще, наверное, с одной стороны какие-то глобальные выводы делать рано, тем не менее, ну, есть какое-то у вас ощущение, что вот это лидер, не знаю, нации? Ну, что мне как-то кажется, может быть, я не прав, что он как-то вот идет на поводу у правительства, вот сразу кричит, одобрям, молодцы, правильно вы все делаете, ну, мне казалось все-таки от президента не смысл, что он должен выполнять роль журналиста и критиковать, ну, как-то что-то свое как-то пытаться продвигать, пока не видно. Я задам вам вопрос. Так. Ну, как вы думаете, вот вы бы стали президентом Латвии, у вас было двойное гражданство, да? Вы слышали хотя бы где-то в СМИ, что господин Левиц отказался от своего второго гражданства, когда он стал президентом Латвии? А закон требует отказаться? А вот это очень закон требует, но никто, я помню, когда Вайра Викте Фрейборга избиралась, этот вопрос поднимался очень серьезно. Да, она, кстати, отказалась в итоге. И она отказалась. Здесь даже нету ни одного слова об этом, да? Что касается, жду я что-то от господина Левиц или нет, я ничего не жду. Потому что он составляющая часть той системы, которая выполняет конкретные задачи. Он ничего, никаких сюрпризов, от него ожидать не стоит. Те, которым нравится тот застой, в котором мы живем, то иллюзия счастья пока, которая еще у какого-то слоя латвийского населения продолжается, у них все это нравится, все это устраивает. Они обычно больше внимания уделяют форме, а не содержанию. Это вообще такая интересная... Они продолжают жить своей историей успеха, да? Да, у них своя история успеха, и пока им деньги не кончились, пока они получают свои достаточно приличные зарплаты, им эта конструкция по душе. А те, которые им не нравятся, те на местах или уезжают, или спиваются. Ну вот, примерно так. Может быть, такой последний вопрос. Все-таки у многих может создаться ощущение, что действительно сейчас борьба с коррупцией активизировалась. Мы видим, что раскрываются какие-то картели, в том числе вот картель строительных компаний. Это, как вам кажется, это реально действительно борьба с коррупцией, с этими коррупционными схемами, связями? Или это, как бы так, верхушка айсберга? Я, как сам, работаю много лет в строительной области. Я, поэтому спросил, да. У меня есть свое мнение, поэтому я считаю, что наши генподрядчики очень много плохого сделали, чтобы они сами оказались в этой ситуации, в которой они сейчас оказались. То есть, желающих увидеть их наказанными есть, да? Да, ну, что касается причины, это вот, что касается картеля строителей, то я думаю больше, что просто очищается рынок. Для других игроков, да? Для других игроков, потому что были уже исторически в Латвии желание войти сюда, и вошла своего рода 90-е годы Сканска, это крупнейшая шведская строительная компания, но когда они ушли, они сказали, здесь коррупция, да, то есть, они тогда точно сказали, да, они не смогли побороть этот картель. Потом, даже какое-то время здесь была очень большая строительная компания, германская «Хоктиф», да, тоже миллиардные обороты, и тоже она ничего тут не пробила, да, значит, настолько это все тут зацементировано, да, но я думаю, что сейчас этот каток, который пошел, он идет, ну, я думаю, будет расчищаться поляна, да, и это это вот наши, вот, так называемые богатые части, в том числе строители, да, и наши политики, они не понимают, не понимают одну вещь, да, они не освоили, если ты не делаешь стабильный фундамент отношений под собой, да, ты сам находишься под прицелом и в лоббильной ситуации, тебе просто поменяется ситуация и тебя сметут. Да, они, кажется, что они будут вечно, да? Да, они думают, что будет вечно, да, и политики тоже думают, что народ это дураки, на их не надо опираться, всю систему делай так, мы делим свои дела, но они не понимают, что их тоже сметут. Вот эта недальновидность наших чиновников, да, она просто меня поражает. Да, им почему-то кажется, что вот дальше они одного шага вперед не думают, да, вот мы сейчас у власти, вот сейчас мы это сделаем, да? Ну, это называется отсутствие ощущения реальности в долгосрочном периоде, да. Игорь Мэйя у нас был в студии, и большое спасибо.